Перспективы курортной Анапы, развитие фестиваля союзного государства творчества юных обсудили на пресс-конференции. Журналистам двух стран России и Беларуси первые лица города-курорта и организаторов фестиваля рассказали ключевые основы работы. Наш город, наверное, сегодня можно назвать без преувеличения уже центром российско-белорусских культурных связей, потому что фестиваль союзного государства России и Беларуси творчества юных проводится на нашей земле уже восьмой раз. Вот Анапа, она имеет негласный титул – фестивальной гавани России. Почему? Потому что ежегодно у нас в городе проводится более 30 фестивалей международного и российского уровня. И нужно сказать, что фестиваль творчества юных по праву занимает очень важное и очень серьезное место вот среди этих фестивалей. Остановились подробно на ведущей отрасли города – санаторно-курортной. В этом году Анапа приняла более 3 миллионов гостей с увеличением показателя прошлого года на 14%. Услуги гостям курорта оказывают почти 600 здравниц и пансионатов, 111 работают круглогодично. Презентационную эстафету приняла Ольга Виноградова, заместитель начальника Департамента социальной политики Постоянного комитета Союзного государства. Союзное государство – вообще специфическое образование, и журналисты, наверное, это уже усвоили, особенно те, кто работает с нами, с постоянным комитетом, с его сотрудниками на первый год, но не на первом престоле. Основная наша задача – это координировать и помогать интеграционным процессам между структурами различными, между прежде всего министерствами и ведомствами России и Беларуси. У нас этого мало, и мы считаем, что должны быть еще яркие, красочные мероприятия. Кроме фестиваля творчества юных, организованные проходят десятки конкурсов и фестивалей для талантливых детей. Поле для реализации способностей предоставляют лирикам и физикам. С юными технарями работают академики двух государств. Главное отличие творчества юных, и это ответ на один из вопросов пишущей братьи, фестиваль дает возможность показать себя пока еще не дипломированным талантам, а детям из глубинок России и Беларуси. Как позже отметил Илья Рейзис, директор фестиваля, именно этот конкурс дает талантам блестящий старт на большой сцене. Поблагодарили за профессиональную поддержку фестиваля начальника управления культуры Марину Мельникову. Я полностью присоединяюсь к словам Георгиевны по поводу благодарственных слов в адрес администрации города Анапы за помощь в организации фестиваля. Ну вот здесь в зале сидят два человека, которых я просто не могу не назвать, потому что с ними пройдет 9-летний путь. Это вот Марина Борисовна Мельникова, начальника управления культуры города Анапы, и ее завести, то есть там Марина Мельникова, вот они сидят в городе. Здесь вот с ними мы работаем с первого дня. И после пресс-конференции организаторы фестиваля прошли к стейле город воинской славы, возложили к мемориалу цветы и венки. Слава ветеранам, которым мы обязаны нашим мирным настоящим и уверенным будущим. И еще чуть позже, после торжественных и официальных церемоний, на театральной площади начался праздник. Ведущая Илона Броневицкая известила о старте 9-го фестиваля. Рада сказать эти слова. Вновь вас приветствует ставший уже традиционный детский фестиваль Союзного государства Беларусь-Россия, творчество юных. Здравствуй, фестиваль! Ее помощники тик и так вне времени и пространства путешествовали по двум странам, приглашая на сцену самых талантливых детей России и Беларуси. В целом мире есть красивые две сестры Беларуси-Россия. Но самое интересное, как обычно, происходило за кулисами. Удивительные, грациозные и в уникальных нарядах белорусские Золковыска охотно продемонстрировали наряды еще раз. Мы сами делаем их своими руками. Идеи нам помогают придумывать руководитель. Ну а сами эскизы мы рисуем сами и потом делаем костюмы. Прямо вот это все сами? Да. Сколько это делалось? Ну эти девочки делали, ну девочки старше нас, которые были раньше. Но этот костюм, вот мы делаем коллекцию и обычно коллекцию делаем около года где-то. Мы показываем национальную культуру белорусов, которая выражена именно в наших костюмах. Здесь используется и солома, и разные сочетания, например, черной ткани и соломы, бархатой и соломы. Мы привезли с собой несколько коллекций, но именно на открытии показываем только одну. Мы показываем себя в первую очередь, себя в костюмах, которые мы делаем. Мы представляем свою страну, и это, ну, очень ответственный шаг, мы все очень волнуемся. Россия – это, конечно, уникальная страна. Я всегда хотела здесь побывать, ну, потому что страны соседей, но все равно менталитет разный. Вот. Жалко, конечно, что мы пока что только побывали в Анапе. Хотелось бы, конечно, объездить каждый уголок этой страны. Самые милые и самые пушистые участники фестиваля, едва отдышавшись после выступления, поделились впечатлениями о зрителях и о коллегах по творчеству. Замечательный номер у нас называется «Мультсюрприз». Мы думаем, что все дети любят мультфильмы, с удовольствием их смотрят. Детство, игрушки – все, что должно окружать детей в наше время. Участницы вокально-инструментального ансамбля «Теремок» подпевали и российским коллективам, и белорусским. Своим же номером взорвали зал под открытым небом аплодисментами. Мы хотим передать людям народную культуру, чтобы они ей жили, заложить ее в сердца людей. Молодцы, спасибо! Что почувствовали, как вы видели, что вы видели вас, когда мы не стали слушать. Спасибо вам, друзья! Нам очень понравилось, мы были рады, что они поняли, что мы даем им. Это было очень сложно, очень сложно. Мы старались на полную катушку, и все-таки у нас получилось. В Анапе, да, мы первый раз, если со всем коллективом, мы первый раз. И вот мы ходили, просто удивлялись всему, что здесь было. Это не описать, слава его, это просто, это великолепно. На море видели. Да, видели, сегодня ходили на море, гуляли. Фестиваль союзного государства России и Беларуси пройдет в Анапе с 18 по 25 августа и откроет новые звезды в бескрайнем пространстве географии двух стран.